Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, сейчас воскресенье, раннее утро, я только продрал глаза, включил игру, чтобы забрать оставшееся золото с телефона и увидел, что выставили рулетку на высших хищников. Сейчас разберемся, что это за рулеточка, стоит ее крутить или нет, и для кого стоит, ну и в частности, сколько вам это обойдется, если будете крутить на пол. Главная награда здесь сертификат высшие хищники, для тех, кто не знал, очень кратко, это по типу мистического сертификата, вы однозначно с этого сертификата, активировав его, получаете себе десятку, вопрос в том, коллекционную или премиумную, и есть ли это десятка у вас в ангаре. Если есть, то за коллекционную компенсация 7500, если это премиумная машина, то компенсация будет 3 миллиона серебро, согласитесь, крайне маловато и крайне неприятно, когда такую компенсацию получаешь. Чего стоит в целом вся рулетка? Вся рулетка имеет в себе 20 прокрутов, и, прикинув на калькуляторе, я получил цифру в 21315. 21 300 голды за то, чтобы все вот это вот забрать и 100% забрать себе какую-то десятку. Стоит отметить, что, понятное дело, не каждая десятка здесь в данном сертификате стоит там, не знаю, 20 тысяч, 22 тысячи, ну или там 17 с половиной. Я бы сказал следующее, 17 с половиной абсолютно не жалко отдать за такие машины, как Суперконь, Бадгер, ну, не знаю, там, тот же самый Концепт 1Б, по крайней мере для меня. В районе 15 тысяч я оцениваю такие машины, как Объект 260, МТ-22СР, Объект 3 Топора, ну, не знаю, того же самого Чифтейном тоже оцениваю тысяч в, ну, пускай 18 с половиной, это его объективная цена. Что же касается машин, которые подешевле, ну, допустим, тот же самый WZ-111-5А дороже 15 тысяч, оценить вообще очень-очень сложно. Ну, а клинок однозначно стоит свою двадцатку, хотя на аукционе продавался дешевле, продавался на черную пятницу, но при этом все, если его будут выставлять на продажу с 20 тысяч золота чисто в магазине, то я бы сказал, что клинок действительно этого стоит. Короче говоря, каждая машина для каждого игрока имеет свою определенную цену, граничную, которую игрок готов отдать. Что я для себя понимаю? 21 315 за всю рулетку, то есть, если вы получаете себе какую-нибудь среднегодную десятку, то желательно, чтобы из этих контейнеров вам еще хоть что-нибудь выпало. Ну, и тогда вы действительно окупились и плюс-минус нормально потратили свою голду. А вот если этого не произойдет, тогда уж совсем грусть тосковая. Я крутить буду у себя на основном аккаунте. И в данном вопросе мы подходим все ближе к теме того, кому стоит крутить данную рулетку и когда стоит остановиться. Значит, если мы посмотрим, допустим, мой ангар, то обратим внимание, что у меня в ангаре 14 машин. 14 десяток премиумных и коллекционных. Что нам предлагает наш великолепный сертификат? Ну, давайте так, 9 до 9, 18, 19 машин здесь лежит. То есть, у меня не хватает всего 5 тачек. Ну, 5 машин не хватает и из них WZM 111 5A, который меня вообще не интересует. Ну, здесь есть Karo 45 тонн, от которого у меня лицо трусится. Я с удовольствием хотел бы забрать себе данную машину и жду рулетку на Karo 45 тонн. Или на продажу данную машину и однозначно буду ее забирать за, ну, гранично адекватный какой-то нормальный ценник. Я вполне спокойно отношусь к AMX-M4, к КПЗ 50 тонн. Центую этот, господи, концепт 1B меня вообще не интересует. Ну и объект 3 топора. Машина прикольная и интересная. Хотел бы себе заиметь, но не гоняюсь за ней. Вот так вот получается, что забрав по полному ценнику за 21.300 данный сертификат, получается, что он для меня лично будет не сильно выгоден. Из этого можно сделать вывод, что те ребята, у которых достаточное количество десяток в ангаре, для них эта рулетка максимально невыгодная. Ну, это мое мнение. Опять-таки свое пишите в комментариях. Давайте потихоньку покрутим. Я не планирую прокручивать, соответственно, рулетку на полную, пока у меня бюджет в районе 2.500. Сейчас посмотрим, чем для меня дело закончится. Если прямо сейчас сыпаться будет, то почему бы и нет. Но по себе знаю, что, во-первых, для меня лично главная награда всегда выпадает в конце на последнем прокруте. Это уже мой личный опыт доказал. И подтверждение тому есть достаточное количество записей видео на канале в соответствующем плейлисте, который так и называется рулетки. Что хочется отметить второе. Второе, я заметил, что если изначально сыпется какая-то шалупонь, то, соответственно, ничего хорошего вы с этой рулетки, как правило, не получаете. Ну, были. Были, конечно, сообщения под видео, там, где ребята писали, что сначала выпало два раза по 50 серебра, ну и потом выпала главная награда. Не знаю, не знаю, как к этому относиться. Я вообще, честно говоря, не совсем понимаю, как это работает. Почему у одних игроков на одних аккаунтах великолепные классные шансы им что-либо получать. На этих аккаунтах постоянно что-то сыпется из контейнеров или из рулеток, а на других вообще нифига нормально не происходит. Ну вот на данный момент то, что я кручу, меня вообще не радует. Серьезно, я, да, забрал один мистик, но, блин, но это скучно реально. Вот из всего, что здесь может быть, если сейчас будет опять свободка или серебро, ну, я обижусь, серьезно. Ну вот вам, пожалуйста, скажите, есть повод обидеться или нет? Потому что я считаю, что я, допустим, сейчас голду пока сливаю реально в унитаз. Ну? Ну не жлобись, дай какой-нибудь контейнер нормальный. Класс! Просто супер! Один контейнер, собери их все. Я безумно рад. Вот прям вообще, не знаю, счастлив до безобразия. Мое утро-воскресенье начинается просто великолепно. Начинается с того, что я просто хожу и сорю за золотыми монетами. Так, ну все. На этом, в принципе, история заканчивается. Потому что дальше я идти вниз не собираюсь. Там был один неоткрытый мистик. И этот неоткрытый мистик мы сейчас, безусловно, откроем. Но идти дальше в минус у меня желания никакого нет. Я сейчас слил, грубо говоря, там, две с половиной тысячи золотом. Нифига из этого не получил. Вот просто. Просто ничего. И дальнейшие прокруты мне, в принципе, кажутся тоже абсолютно безнадежными. Не знаю, может быть из контейнеров какая-то голда там частично бы мне вернулась. Но за этим гоняться, это, ну, крайне глупо. Не знаю, может сейчас мне из мистика что-нибудь дропнется. Может голды хоть какой-то упадет. Назад вернуть уже было бы неплохо. Так, мистический контейнер второго уровня. Открываем. Ну, ни хрена. Мне не выпадает. Ребят, мне не выпадает. Поэтому это глупо все. Может быть кто-то в комментариях будет писать по поводу того, что я неправильно что-то там оцениваю. Что мне насыпало свободного опыта. Ребят, мне этот свободный опыт как дохлому припарке по одной простой причине. Потому что вот этот свободный опыт, это с учетом того, что я уже открыл себе полностью всю ветку китайских тяжей, которая недавно вышла. И открывал ее, скажу честно, в большинстве своем за свободный опыт. Да, где-то что-то как-то там типа пытался, но по факту, ну, за свободку. Реально. И при этом всем могу сказать следующее. У меня еще свободки дохрена остается. Я зарабатываю этот свободный опыт, играя с бустерами, которые получаю из каких-то контейнеров. Поэтому мне этот свободный опыт, ну, не сильно-то и интересен. В общем, ребят, вывод следующий. Крутить рулетку имеет смысл только тем ребятам, у которых нет десяток в ангаре. Они хотят себе десятку и хотят себе пощекотать нервы. И им параллельно с тем из контейнеров хотя бы что-то где-то как-то выпадает. Тогда имеет смысл. Если вы не получаете из вот таких вот контейнеров или там из вот таких вот контейнеров чего-нибудь, когда-нибудь, то я бы рекомендовал вам эту рулетку не крутить. Лучше возьмите, дождитесь десятки на продаже и тогда уже конкретную десятку себе возьмите. А здесь вы получаете десятку, но сами не знаете какую. Вот какая будет подсунута вам игрой, вот такой десятке вам радоваться придется. Ну, а уж тем более будет грустно, если получите компенсацию в виде трех миллионов серебра за 22300 голды. Вот такие шансы выпадения. Вот такое правдивое видео. Если вы за честность на канале, подписывайтесь на него прямо сейчас. Я побежал снимать следующее видео. Утро все-таки началось. А значит, начался для меня новый рабочий день в отношении моего канала. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»